4 сентября 43-го года. Москва. Елохово. Около 9 часов вечера в здании Московской Патриархии раздается звонок из Кремля. Трубку берет митрополит Сергий. Слушаю вас. Правительство имеет желание принять вас, а также митрополитов Алексея и Николая. Или сегодня же через час-полтора, или в любой день последующей недели. Решение принимается мгновенно. Будем через 2 часа. 11-й час. Темно, угрюмая военная Москва. От Елохова до Кремля ехать не более 15 минут. Он ехал и не знал, чего ему ждать от встречи. Очередного ареста? Провокации? Вряд ли. Но, как бы то ни было, он был готов ко всему, если это нужно для Отечества и ради веры. За долгие годы испытаний престарелый архиерей так и не научился разделять два этих самых важных в своей жизни понятия. О вторжении гитлеровских войск официально сообщили только в полдень. Митрополит узнал о начавшейся войне раньше, сразу после воскресной утренней службы около 9 часов утра, когда готовился к последующему праздничному молебну. Потрясенный известием, он тут же запирается в рабочем кабинете и собственноручно печатает на машинке текст своего послания, которое зачитывает сразу же Самвона. Обращение немедленно рассылается по всем приходам. Такие нужные людям слова впервые прозвучали не из Кремля. Фашистующие разбойники напали на нашу Родину. Попирая всякие договоры и обещания, они внезапно обрушились на нас. И вот кровь мирных граждан уже орошает родную землю. Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу народа. Благословляет она небесным благословением и предстоящий всенародный подвиг. Патриарший местоблюститель Смиренный Сергий, митрополит Московский и Коломенский. Председатель Совнаркома Иосиф Сталин со своим знаменитым братья и сестры обратится к нации лишь 3 июля. И легендарную песню «Вставай, страна огромная» пропоют тоже позже. «Вставай, страна огромная! Вставай, на смертный бой!» А пока во всех приходах читают послания митрополита Сергия. И где-то на захваченных фашистами территориях за чтение этих слов в храме уже погибают. «Немцы настолько серьезно это дело оценили, это само обращение, что за чтение Самвона в том же Симферополе, оккупированном немцем Киеве, священников расстреливали немцы, прекрасно понимая, насколько консолидирующие это слова». 4 сентября 43-го года. Час до полуночи. Иосиф Сталин меряет шагами кабинет. Бывший семинарист Сосо Джугашвили, кажется, даже расчувствовался. Мама так мечтала, чтоб он стал священником. Иосиф был младшим из трех сыновей Екатерины Джугашвили в девичестве Геладзе и единственным выжившим. Старшие, Михаил и Георгий, погибли еще во младенчестве. Всю свою любовь мать подарила болезненному Сосо. Мечтала дать ему образование. Для этого от зари и до зари апстировала зажиточные семьи. «Мы божьи создания. Ну, кому еще обращаться? Ну, как мы могли без божьей помощи выиграть это?» Я думаю, что и Сталин это понимал. Когда машина с митрополитами въехала в Кремль, Сергий почувствовал укол в сердце. Так много воспоминаний связано с этим местом. Троицкие ворота. Казалось, что он был здесь только вчера. Тогда, в ноябре 17-го, после двухсотлетнего перерыва, на престол московских святителей возводился новый патриарх. Однако 26 лет прошло уже с того дня. Упраздненный еще Петром Первым, институт патриаршества был восстановлен вскоре после революции. Известно, что первым за это выступил епископ Астраханский Митрофан, расстрелянный в 1919 году, ныне причисленный к лику святых. Он сказал, нам нужен патриарх, как духовный вождь и руководитель, который вдохновлял бы сердце русского народа, призывал бы к исправлению жизни и подвигу, и сам первый шел бы впереди. А мнение народа выразили крестьяне. У нас больше нет царя, нет отца, которого мы любим. Синод любить невозможно, а потому мы, крестьяне, хотим патриарха. Три кандидатуры. Жребий стать патриархом выпал митрополиту московскому Тихону. В послании 28 июня 1923 года Тихон заявил, что выступает против любых посягательств на советскую власть. А 1 июля того же года он пишет, православная церковь не желает быть ни белой, ни красной церковью. Она должна быть и будет единой соборной апостольской церковью. Так патриарх пытался спасти свой народ и служителей церкви от физического уничтожения. Другое время, другая жизнь. Нет уже патриарха Тихона, умер в 1925-м, здоровье было подорвано арестом и годом проведенным в тюрьме. И православной России больше нет. Да и сам Сергий теперь не тот известный богослов, неутомимый миссионер с его громким басом и непременными беззлобными шутками. Он смертельно устал. Перед войной такое количество священства и так страшно было уничтожено, что по количеству жертв, которые принесла церковь русская, православная в эти годы, все мученики всех веков по числу не сравнятся с теми жертвами, которые принесла Россия в 20 веке. Тут начинается война, а они новые святые, которые прямо у престола Божия стоят. И с неба вопль, и снизу вопль. Если говорить о фактическом состоянии церкви накануне войны, то она была физически практически уничтожена. Физически, да, то есть не в сакральном смысле это невозможно, а вот в физическом смысле. 17-й год Сергий во главе русской церкви несет крест за тех, кто не дожил. Митрополиту 76, возраст немалый. Двигаться тяжело и на душе тяжко. Митрополиты Кирилл, Агафангел и Петр, все три местоблюстителя, указанные в завещании патриарха Тихона, так и не смогли встать у руля церковного корабля. Агафангелу власти не позволили принять управление церковью. Кирилл и Петр были расстреляны в 1937-м. Остался один. Он. Сергий. Четыре ареста, гонения и поиски истины, непонимания близких. В июле 27-го, в самый разгар репрессии и церковной смуты, Сергий принимает непростое решение. Он обращается с декларацией к священнослужителям и пастве. В ней говорит, что советская власть пришла надолго, и церкви необходимо признать ее законной, чтобы существовать легально в новых условиях. В этой же декларации Сергий дает отповедь зарубежной русской церкви, которая яростно и открыто выступает против большевиков. Более того, митрополит требует от заграничного духовенства письменного обязательства признать власть советов. В противном случае угрожает исключить из состава московской патриархии. Пять тысяч экземпляров были разосланы по церковным приходам. Почти все приходы возвратили декларацию отправителю. Отказ. Тогда Сергий потерял многих друзей. С ним просто прекратили общение. Однако маховик репрессий снижает обороты. Русская церковь получает легальный статус. Советская власть прекращает поддерживать раскольников. Кажется, почти удалось остановить волну расстрелов священнослужителей. Но как он был обманут Сталином? В мае 32-го декретом правительства за подписью Сталина объявляется безбожная пятилетка. Цель выражается лаконично. К 1 мая 37-го года имя Бога должно быть забыто на территории страны. К 1 мая 37-го года имя Бога должно быть забыто на территории страны. К 1 мая 37-го года имя Бога. К 1 мая 38-го года имя Бога. Насмешка. Мы идем в церковь с мамой, со стороны молодежи, смеются, кричат. Как часто митрополит Сергий представлял себе, что скажет эти слова, прямо глядя в глаза Иосифу Сталину. Раньше нас душили, но, по крайней мере, исполняли свои обещания. Теперь нас продолжают душить, но обещаний своих больше не исполняют. Такие исполненные горечи слова митрополит Сергий произнес в одной из частных бесед в мае 41-го. За месяц до Великой войны. А на 22 июня в Москве был назначен взрыв храма Рождества Богородицы в Путинках. С точки зрения православной церкви, война является наказанием Божиим за отступничество. И тут никаких исключений быть не может. Вся эта схема очень четко работала на протяжении библейской истории, древней истории. Всегда это идет по одной и той же схеме. Народ отпадает от Бога и за это получает наказание. Наступают какие-то катаклизмы, в том числе и войны, и народ возвращается к вере. Таких случаев огромное количество в истории, все это хорошо известно. И поэтому война была церковью воспринята именно как такое наказание. Но сейчас, на исходе долгого дня 4 сентября 1943 года, митрополит Сергий забудет все обиды. Потому что враг один и отечество одно. Если говорить о храмах на территории Российской Федерации, их число не превышало 100-120. 3000 было в присоединенных районах Прибалтики и Украины, Белоруссии, и Молдовы. Не было ни одного действующего зарегистрированного монастыря. Из действующих архиереев на свободе оставалось только 4, без тех, которые жили за границей. Что касается священства, то их число не превышало 6146 человек. Ну, там цифры разные. И получается, что для того, чтобы использовать мощнейший потенциал церкви, как внутренний, так и внешний, эту церковь нужно было возродить. Длинный кремлевский коридор. Из темноты навстречу иерархам выходит хозяин. Человек, объявлявший безбожную пятилетку, неожиданно приветлив. Неужели его сердце вновь открылось для простых христианских истин? Гости отчетливо понимают, от этой встречи зависит судьба русской церкви. Вот только знать бы, что движет пригласившим их Сталина. Неужели его сердце вновь открылось для простых христианских истин? В 1937 году, во время страшных антирелигиозных гонений, когда тысячами истреблялось духовенство, активные миряне, вот в этом году участники переписи населения, советские вроде бы уже люди, в большинстве своем, больше 50%, сказали о том, что они верующие. Гонения не смогли полностью истребить веру в народе. Вера – это то сокровенное знание, с которым жил, от которого никогда не мог и не хотел отречься уроженец Сумской губернии Василий Брылев. Еще до войны его семья приютила монашенку по имени Татьяна. Даже когда мы вступали в бой, на Курской дуге, я написал, что вступаем в бой. Но мама чуть немножко запечалилась, она говорит, драгоценная, не печалясь. Скоро он придет без одного крыла. Мне руку перебило. Церковь нужна. Это теперь понимал и бывший семинарист Уссев Сталин, это понял еще в начале войны бывший учащийся школой Бенедиктинского монастыря Адольф Гитлер. С нами Бог. Было выбито на ременных бляхах немецких солдат. Христианская армия против богоборческого коммунистического режима. Где, как ни в лице гонимой властью церкви, искать себе союзника. В главном управлении имперской безопасности Германии возникает специальный религиозный отдел. Правда, его полное название звучало так. Воспитание и вопросы религии. Но что за воспитание и что за религию, не слейте, бравые ребята. И что же происходило с церковью в самой Германии? Все христианские праздники, которые в Германии традиционно были праздничными днями, при Гитлере были переименованы и им было придано уже языческое значение. Так праздник Рождества Христова в фашистской Германии заменили языческим днем зимнего солнцестояния. Зато день рождения самого фюрера отмечался как национальный праздник. Адольф Гитлер был окружен предсказателями, астрологами и даже планировал открыть оккультный университет. В русской эмиграции даже возникли такие течения, которые поддерживали Гитлера, надеясь, что он создаст независимое русское государство, свободное от большевиков. Конечно, на самом деле таких планов у Гитлера никогда не было. Его цель была расчленить Россию. Некоторые думали, что он поступит, как в свое время Александр I, который освободил Францию от Наполеона и ушел. Считали, что так поступит и Гитлер в отношении России. Конечно же, все это самый настоящий миф. Ничего подобного Гитлер даже никогда и не обещал. Его цель состояла именно в расчленении России. И даже если жителям Новгородской области внушали, что они индерманланцы, а не русские, то что говорить о других народах, о народах Поволжья, о казачестве, об украинцах, белорусах. Уже в августе 41-го на оккупированных северных территориях начинает свою работу знаменитая трагическая Псковская миссия. Их было 15 человек. Во главе с экзархом Прибалтики, митрополитом Сергием Воскресенским. Вскоре в Псковскую миссию вошли и местные священники, и того 175 миссионеров. Среди них был и отец будущего патриарха Алексея II, Михаил Александрович Ридигер. Православные священники направляются возрождать приходскую жизнь, но при полном подчинении оккупационным властям. Циркуляры предписывали служить молебны о победе немецких войск, и особенно торжественно, ко дню рождения Гитлера. Большевизм есть безбожие и бесчеловечность, насилие и ложь. Такова его неизбывная сущность, его неизменная природа. Тут можно по-разному относиться, там не часто это вопросы, как к этим людям относиться, они служили немцам. Я говорю, что никому они не служили, в общем, они были в администрации, конечно, подчинение жестком немецком, я не могу этого отрицать, но слушание все-таки России, потому что они искренне делали свое дело и считали, что возрождали действительно глюзную жизнь, не зная той участи, к которой мы готовы. А участь незавидная. В 44-м году глава Псковской миссии, митрополит Сергий Воскресенский, был убит в своей машине. Кто убил? Немцы или партизаны? Вопрос до сих пор открыт. Такая жизнь между молотом и наковальней. Но как бы то ни было, Псковская миссия так и не вышла из-под юрисдикции московского патриархата. Трагедия миссии, никто не знал, чего же хотят немцы. Самая большая иллюзия, что немцы хотели восстановить православие в пику Сталина, там, крещение Руси, в кавычках, и так далее, и так далее, и так далее, нет. По доктрине христианство у немцев тоже действует суда, что противоречит, естественно, немецкой, прежде всего, расовой теории. Поэтому немцы хотели очень простую вещь. За короткий срок, зная, что русские религиозные, особенно средний возраст, создать квази-церковь, квази-религию, квази-церковь, свободную от христианства. Христианский крест должен быть изгнан из всех церквей, соборов и часовен и должен быть заменен единственным символом – свастикой – слова Альфреда Розенберга. Митрополит Сергий Старогородский отреагировал жестко. «Ходят слухи, которым не хотелось бы верить», – пишет митрополит Сергий во звании в День Покрова Божией Матери, – «будто есть и среди наших православных пастырей лица, готовые идти в услужении к оврагам нашей Родины и Церкви, вместо святого креста осенятся языческой свастикой. Не хочется этому верить, но если бы вопреки всему нашлись такие пастыри, я им напомню, что святое нашей Церкви, кроме слова «увещевание», вручен Господом и духовный меч, карающий нарушителей присяги». К чести православного духовенства таковых были единицы. 55% священников уничтожены немцами за помощь партизанам, потому что партизанский поп – это как раз белорусско-украинское историческое название. Они действительно были партизанскими попами, многие из них нарождены были медалями партизанам Великой Отечественной войны, это достойные были совершенно люди. Даже на оккупированной Псковской территории был такой Федор Пузанов, который собирал, храм его сгорел, немцы его спарили, храм, он пытался собирать на оккупированной территории средства в фонд танковой колонны Дмитрия Донского. Иллюзия христианской миссии гитлеровцев развеялась быстро. Разговоры о Боге сменили звуки оружейных затворов. 26 октября начался разгром Киево-Печерской лавры. Убита местно чтимая столетняя схимница Серафимов. Ее послушницы отрезали нос и выкололи глаза. Попавших в плен партизан распинают, как первых христиан. Особенно страшные потери были среди священства белорусского. В 43-м году на Третьене немцы провели огромную карательную операцию. Была очень холодная погода, много снега. Немцы сожгли 14 сел вместе с храмами, а в этих храмах были люди. Священники приняли мученическую смерть вместе с своим прихожанам. Они сидят за столом, пьют предложенный хозяинам чай. Беседуют о каких-то, казалось бы, самых бытовых вещах. Где закупаете продукты, есть ли машина, где берете бензин. Сталину интересно все. Его гости с достоинством отвечают на вопросы. Митрополит Сергий, митрополит Алексей Семанский, митрополит Николай Ярушевич. Мирная картинка. Чай, сушки, лимон. Словно и нет войны. Словно нет страшной блокады Ленинграда, где с 1933 года служит митрополит Алексей Семанский. Сразу же после встречи в Кремле Алексей вернется к своей пастве в осажденный город. Тени смерти носятся в воздухе в этом героическом городе-фронте. Вести о жертвах войны приходят ежедневно. Самые жертвы этой войны постоянно у нас перед глазами, напишет он позднее. Из 25 священников в 900 дней блокады переживет меньше половины. Ежедневное богослужение в Никольском кафедральном соборе посещает командование Ленинградского фронта во главе с маршалом Говоровым. Из столицы ободряет бойцов митрополит Николай Ярушевич, который тоже сейчас на исторической встрече в Кремле. Братья славяне, мы с вами стоим лицом к лицу с одним врагом. И мы одушевлены одной целью, одной мыслью победить этого врага. Уничтожить в лице его самый источник войн и несчастья народов. Выжечь навсегда этот нацистский гнойник из тела земли. Будем едины. В единении, в борьбе плечом к плечу наша сила. И Бог нам будет помощь в этом деле. Существовало такое пророчество святого Митрофана Воронежского. Пророчество это относится еще к 18 веку о том, что враг никогда не вступит на землю Петербурга до тех пор, пока в городе находится казанская икона Божьей Матери. Так и случилось. Город и не был взят, хотя, казалось бы, приложили бы немцы еще немного усилий, и удалось бы город захватить. Но это действительно чудо. Город так и не сдался врагам. Вокруг казанской иконы и ее роли в победе на войне вообще ходит много легенд. По одному из преданий чудотворный образ привозили на самые трудные участки всех фронтов. Ветераны Сталинградской битвы вспоминали, будто видели, как с иконой облетают позиции. Есть знаменитая легенда об облете с иконой вокруг Москвы. И до сих пор однозначно подтвердить или опровергнуть это не может ни один историк. Ведь все почти были крещеные. Ведь это еще так недалеко отстоит по времени, по годам от православной России, что, вот скажем, моя мама, ей было 20 лет, она пошла на фронт сразу же, как началась война. Она была сначала медсестрой, потом была зенитчицей. Ей было 20 лет, значит, она родилась в 20-м году. Она мне рассказывала, что у них были все абсолютно крещеные, все ее подруги, все ее друзья. То есть к 20-му году еще были бабушки, еще мамы всех крестили. Это была православная армия. Это были православные люди. Знали они это, не знали. Без силы Божьей, без воли Божьей, без молитв Пресвятой Богородицы, как такую войну выиграешь? Беседа за чаем продолжалась около двух часов. Сколько надо было преодолеть в себе собеседникам, чтобы попытаться поверить и довериться друг другу? Когда митрополиты пожаловались на отсутствие кадров, Сталин вдруг спросил, а где кадры? Кадры в лагерях. Представьте такой список. Его рассмотрим. Правда, из 26 священнослужителей, вошедших в список, который действительно вскоре лег на стол главе Совнаркома, в живых к этому времени остался только один. Однако времени на сомнение не было. Делай, что должно. Так было и в начале войны, когда уже на второй день, 23 июня, по предложению митрополита Алексея Семанского, по ленинградским приходам начали сбор пожертвований в фонд обороны и советского Красного Креста. Так было в декабре 42-го, когда митрополит Сергий призывает жертвовать на строительство танковой колонны имени Дмитрия Донского. Церковь идет на риск. Не имея статуса юридического лица, РПЦ нарушает закон. Но 40 танков Т-34 все-таки уйдут на фронт в марте 44-го, как и эскадрилья имени Александра Невского. 300 миллионов рублей собрали за годы войны по приходам. Прихожане жертвовали деньги, туховенство, кресты и облачения. Первые полтора года церковь занималась патриотической деятельностью, совершенно не обращая внимания на власть, потому что власти были другие задачи. Потом власть использует этот потенциал. К этому историческому чаепитию шли долго и непросто. Еще в августе 41-го в Запорожье был расстрелян епископ Гавриил Красновский. Но примерно в это же время в советской печати появляются и первые заметки о патриотической деятельности церкви. Постепенно сворачивается антицерковная пропаганда, сходит на нет деятельность Союза воинствующих безбожников. В сентябре 41-го группе верующих позволяют пройти крестным ходом вокруг московского Кремля. А в ночь на 5 апреля 42-го в Москве был неожиданно отменен комендантский час. Толпы верующих двинулись к пасхальной заутренней. Вокруг Елоховского собора стояли люди в длинной очереди, в руках для освещения, у кого хлеб, у кого сухари, у редких счастливчиков настоящая пасха и куличи. Враг был отброшен от Москвы на 100 километров. Первые, пожалуй, самые трудные 100 километров победы. Были ли верующие среди высшего командования Красной Армии? Десспорно были. Известно, что маршалы Толбухин и Бирюзов активно контактировали с иерархами русской церкви. По всей видимости, воцерковление наступило для этих людей. В основном же заявлять открыто о своей вере все-таки опасались. И нужно было быть очень смелым и решительным человеком для того, чтобы прямо заявить о своей православной вере. Но такие примеры, тем не менее, все равно есть. Известно, что маршал Георгий Константин Вильжуков сообщал западной прессе в 1944 году, что он является православным христианином. Он прямо об этом заявлял. И, конечно, надо было быть Жуковым для того, чтобы заявлять это так жестко, так твердо и так смело. В марте 1942-го из типографии бывшего союза воинствующих безбожников выходит первая книга с неожиданно положительной характеристикой церкви в СССР. Почему именно в это время так нужна была эта книга? Ответ прост. Второй фронт. Международные связи православной церкви могли быть полезны для формирования активного общественного мнения в странах-союзниках. Правда, религия в России подготовлена была для американских читателей, прежде всего, для российского пользования очень маленьким тиражом. И там американская эмиграция, русская эмиграция в Америке должна была посмотреть на те родные места, фотографии, потом фотографии разрушенных немцами храмов. Там были действительно церковные документы первых двух лет о тех пожертвенных патриотических сборах, которые церковь оказывает фонд обороны. Это был определенный такой прорыв. Два часа беседы, о которой в церковных кругах не могли и мечтать, подробно отражены в записке Георгия Григорьевича Карпова, полковника НКВД. Кстати, тоже бывшего семинариста, председателя по делам церкви, при Совете народных комиссаров. Только он да первый заместитель председателя Совнаркома Вячеслав Молотов были допущены присутствовать на этой исторической встрече. Карпов пишет, что митрополит Сергий назвал самый главный и насущный вопрос о центральном руководстве РПЦ. Необходимо избрать патриарха и возобновить деятельность Синода, упраздненного в 1935 году. Сталин обещает по-кавказски щедро. Все и сразу. Выборы патриарха и созыв архиерейского собора. Возобновление издания журнала Московской патриархии, открытие богословских курсов, семинарии и академии. Свечные заводы. Здание и транспорт для патриархии. На все дается емкая резолюция. Можно и следует. Нельзя отрицать и того момента, что Сталин, как политик, хотел в будущем использовать церковь в своих интересах и в интересах страны для того, чтобы иметь влияние на Европу и на весь православный мир. Действительно, близилась встреча в Тегеране. Декабрь 1943. Второй фронт и будущее Европы. Вот что волновало в тот момент вождя. До тех пор, пока инициатива стратегическая не перешла в руки советского командования, а это лето 1943 года, до конца план у Сталина не возревал еще. То есть он шел постепенно от возревания этого плана. Почему? Потому что, по сути, было ясно летом 1943 года, что войну Советский Союз уже выиграл. И что следующим шагом будет что? Наши территории в Европе. То есть те территории, которые будут в зоне нашего влияния. То есть те церкви, которые до 1917 года имели тесное единение с Русской Православной Церковью. Да, эта система всегда работала православного единства. Она была разрушена. Значит, если ее восстановить, можно продвигать идеи, уже свои идеи государственные, через вот эту систему восстановленную. Идеологическим противником был выбран Ватикан, пествовавший идею конфедерации придунайских стран, католического буфера против коммунистической заразы. Сильное православие против сильного католичества. И эта система не сразу, но заработала. Создание системы начинается на поместном соборе 1945 года, конечно. Никогда, ни до, ни после, Русская Церковь на своем соборе не имела такой представительской, представительной делегации глав и представителей поместных церквей. И где, в общем-то, было достигнуто единение во взглядах. Попытка воссоздания, и попытка была очень удачная, система православной единства. Но это потом. А сейчас на часах без пяти два. Глубокая ночь. Наступившая 5 сентября. Молотов уже во время встречи составляет комюнюке, которая тут же передается для публикации в печати и на радио. Предлагает позвать фотографа, запечатлеть историческую встречу. Сталин отказывается. Поздно, мол, в следующий раз. Однако этот следующий раз не наступит никогда. Гости выходят, садятся в машину. Обратная дорога кажется уже гораздо короче. Всего через три дня после встречи в Кремле собирается первый за долгие годы архиерейский собор. А еще через три дня белый куколь патриарха московского и всея Руси возлагается на митрополита Сергия, местоблюстителя патриаршего престола в течение 17 скорбных лет. Его не отпустят на покой. Сталин сдержит слово. Откроется богословский институт. И желающих учиться в нем будет предостаточно. Это был православный народ. И не случайно многие люди на войне вернулись к вере. Мы знаем, что на войне атеистов не бывает. Они молились, они имели насильные крестики. После войны уже никто не удивлялся, когда офицер Красной Армии приходил в богословский институт, снимал китель и надевал ряс. Это было так, с фронта приходили ребята. Они старше меня были, конечно, по годам-то, раз и на фронтах были. Я шел на третий курс, они уже на второй, на первый опять шли. Их много тогда было, приходили. Какие-то полураненые, раненые на всяком учились тоже что-то. Вот. И действительно получали сан потом, когда по окончании своего института. В этот же институт в 46-м придет Василий Брылев, крестьянский сын, орденоносец, за которого всю войну молилась мать и монашенка Татьяна. А ведь молитва матери, она со дна ада достает, со дна ада. Вы подумайте, какая силища. Все знают, что находили, да, и сколько в шинелишках было где-то зашито, живые в помощи выжня. 90-й псалом, который читается во время бедствия. опасности какой-то смертельной. У кого-то ладанка, у кого-то, у кого-то что-то. У того-то крестик зашито. А главное молитва матери, которая с коленами вставала. Сам Василий дал обет еще под Оржевом. Если выживу, стану священником. Страшное, страшное дело. Но чудом осталось и жить. Бог дал. Ранение какое. Осколок. 5 сантиметров диаметра. Грудь пробила. Легко разорвал очи. Нервной пучок разорвало. Руку перебил. Вот и остался живых. Вот да. Митрополит Алексей Семанский, один из приглашенных к Сталину, возглавит русскую православную церковь и долгие 25 лет будет руководить ею. Это время снова будет очень непростым для церкви. Но это все потом. А в эту историческую ночь с 4 на 5 сентября митрополит Сергий долго не уснет. Будет снова и снова прокручивать в голове слова, повороты беседы. То ли сказал? Так ли сказал? Не сделало ли какой ошибки? На душе и радостно и тревожно. Не обманут ли опять? И почему так ноет сердце? Меньше года будет он патриархом. 15 мая 1944 года в 6 утра Сергий уйдет. И не увидит салюта победы. И тысячи храмов, вновь открытых по всей стране. Но ангелом русской церкви назовут его послеземной жизни. Жизни, отданной за веру и отечество. А Пасха в 45-м году пришлась на 6 мая. День Георгия Победоносца. Победили. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok